Значит, сегодня мы с вами будем говорить про следующий эволюционный шаг, который у нас произошел в истории нашей Земли. Если мы с вами помним, первыми растениями у нас были водоросли. Жизнь зародилась у нас в воде, и самыми первыми были водоросли. Сначала у нас водоросли были примитивными, одноклеточными. Потом у нас в процессе эволюции, в процессе развития водоросли стали развиваться и превратились в совершенно прекрасные многометровые виды. И на данный момент в России у нас насчитывается более 10 видов всевозможных водорослей. Если помните, мы говорили, у нас и синие-зеленые водоросли, и золотисто-зеленые, и так далее, всевозможные виды. Жизнь в себе прекрасно развивалась в воде, водоросли себя замечательно чувствовали, но потом в какой-то момент они поняли, что, наверное, было бы здорово заселять совершенно новые территории. Совершенно новые территории. И эволюция у нас скакнула в направлении суши. Мы с вами помним, потому что у нас тихонечко начала заселяться суша. Если мы с вами помним, водоросли у нас были низшими растениями, так называемыми высшими растениями. Современный ВГОС у нас отменил данное разделение на низших и высших растениях, но в качестве, как сказать, удобства лично мы с вами будем им пользоваться. В принципе, в школе тоже ими пользуются. Но если кто-то из вас будет поступать в высшее учебное заведение, связанное с биологией и экологией, то там вам как бы скажут, что по ВГОСам сейчас низших и высших растений у нас нет. Итак, низшие растения – это у нас водоросли. К высшим растениям у нас относятся споровые и семенные растения. К споровым у нас относятся махообразные и папоротникообразные. Плюс сюда, конечно же, у нас входят еще и плауновидные или плаунообразные, да, и хвощевидные. Сюда у нас тоже относятся. Но здесь они выделены у нас сереньким цветом, потому что чаще всего них вообще ни плауны у нас не участвуют ни в каких олимпиадах. То есть про них вообще, в принципе, не вспоминают. Чаще всего у нас говорят про мох и про папоротники. Поэтому мы про них здесь поговорим вскользь, просто их упомянем, да. Но подробно, ну как бы, залезать в них мы не будем. Если кому-то интересно, напишите, в следующий раз я сделаю прямо обзор про плауны и про хвощи. Итак, значит, когда мы говорим с вами про споровые, в первую очередь мы говорим про кукушкин лен, да, это про споровые, про махообразные. Это кукушкин лен и это сфагнум, как самые яркие представители мхов. Когда мы с вами говорим про папоротника, чаще всего мы говорим про щитовник мужской, потому что это самый яркий представитель нашей с вами полосы. Потому что во всех наших лесах чаще всего мы встречаем именно щитовник мужской. И на основании его наша российская как раз-таки биология у нас и строится, и развивается. Итак, что же такое споровые растения? А это растения, которые начали размножаться с помощью спор. Если помните, у водорослей, например, у зеленых водорослей у нас преобладало бесполое размножение. Половое же размножение у нас осуществлялось с помощью гамет. Здесь у нас появляются споры, как совершенно новый вид размножения растений. Об этом мы сегодня с вами поговорим. Итак, вот смотрите, представьте себе, были у нас водоросли. Многокилометровые заросли водорослей в воде. В какой-то момент, как мы уже сказали, водоросли подумали, что хорошо бы нам заселять в сушу. И начали происходить какие-то изменения. Какие-то изменения. Как вы думаете, какое первое растение все-таки у нас вышло на поверхность? Конечно же, мхи. Когда мы с вами говорим, первое растение – это у нас мхи и папоротники были. То есть мхи – это первое растение, которое у нас вышло на поверхность. Ну а как же произошло, произошел этот переход от водного к наземному обитанию? Что же произошло? Ребят, как вы думаете, был ли какой-то у нас промежуточный вид между водным и наземным видом, ну как обитания, да, представителем? Был, скорее всего. Скорее всего, был. Значит, смотрите, сейчас… Так, про мхи я вам отдельно расскажу. Значит, смотрите, вот у нас так называемое переходное звено от водорослей к наземным растениям. Посмотрите, данный представитель у нас живет в воде. Вот она водичка, вот у нас наши пузыречки водные, такие красивенькие. Это, как вы думаете, кто? Нил, все не может к нам зайти, господи. Мох. Это у нас мох. Вопрос. Знаете ли вы, как этот мох у нас называется? У нас аквариум… Аква… А? Печеночный мох. Ну вот так. Ну, понятно, написано же, печеночные мхи. Ну, как оно называется? Есть у нас здесь представители, кто любит у нас аквариум? Может, у кого-то дома аквариум есть? Слышали такое название ричия? Слышали? Нет. Есть такое растение, которое называется ричия. Ричия – это у нас водный мох. Он полностью внешне похож на водоросли. И чаще всего в магазинах, которые у нас продают разные вещи для аквариумов, чаще всего он там и называется водорослями. Да, их называют водоросли. На самом деле ричия – это мох. Тело у него, у ричии, очень сильно примитивное. Представлено слоевищем. И у него полностью отсутствуют резоиды. Такой представитель размножается в основном делением. То есть, как это, бесполым способом. То есть, просто, допустим, в прибрежных волнах данный мох разрывается, раздирается на несколько частей, и вторая половина прекрасно себя чувствует и начинает прекрасно расти. И по-другому можно, как сказать, что почкованием, да, оно размножается, да, бесполым таким путем. Со временем у нас ричия начала выходить на поверхность. Вот здесь мы можем с вами увидеть. Справа у нас представлен печеночный мох ричия, который уже обрел себе, нашел себе, как бы отрастил резоиды и прекрасно себя чувствует на суше. Это очень маленькие мхи. Это самые такие маленькие представители печеночников. Так, ну вы можете, Даниил, вы можете микрофон вообще не включать. Ага, не слышат. Сейчас я прошу прощения. Если у кого-то, ребят из вас, есть... Ага, за него ответить. У нас есть ребята, кто с телефона регулярно слушает. Плюс у нас есть также представитель печеночного мха. Это пунктелия баррера. Это тоже самый примитивный представитель печеночных мхов. Вообще все печеночники, все печеночные мхи у нас считаются низшими мхами. Опять-таки, когда мы с вами говорим про мхи, мхи – это все-таки высшие растения. Но печеночники – это у нас переходное звено между водорослями, можно так сказать, к полноценным, высшим растениям, к полноценным мхам. Итак, здесь ничего особенного про них мы узнавать не будем. Это у нас просто для общего развития, чтобы вы прекрасно знали, что есть такие мхи, печеночники – это низшие мхи. Посмотрите, у них тело не разделено ни на листья, ни на стебли. Есть примитивные резоиды. Резоиды у нас служат для прикрепления к субстрату. А воду, влагу они впитывают всей поверхностью тела. То есть корни им просто не нужны. Это маленькие, такие маленькие-маленькие мхи, которые во влажной среде у нас и обитают где-то, возможно, рядом с какими-то водоемами. Так, далее мы с вами будем говорить про мох, который называется кукушкин лен. Вот он уже достаточно нам известен. Откуда же у нас пошло данное название – кукушкин лен? Почему-то ученые, как это сказать, ученые у нас, увидев в первый раз этот мох, посчитали, что спрофит, который у нас находится вот здесь на ножичке, видите, вот эта коробочка, она у нас очень сильно похожа на кукушку, сидящую на вершине какого-то дерева, на вершине елки. Именно поэтому так был назван данный представитель МХАК – кукушкин лен. Это самый крупный представитель. Дело в том, что его тело, гометофит его, то есть это зеленая часть растения вот этого, оно может в длину достигать до, если я не ошибаюсь, до 50 сантиметров. То есть это достаточно крупный мох, только нам нужны какие-то определенные положительные условия жизни. Итак, у него есть разделение на стебель и листья. Листья у нас сделаны совершенно примитивно, представляют собой небольшую зеленую пластинку, которая отходит у нас от стебля. Листья не имеют устица, и точно так же, как и у печеночников, у кукушкиного лена нет корней, у них ризоиды. И с помощью ризоидов они прикрепляются к какому-то субстрату, на котором они и обитают. Кукушкин лен у нас обитает во влажной среде, где большое количество капельной влаги. Для чего нам нужна капельная влага? Вот здесь вы можете увидеть. У нас несколько спрофитов склеены с помощью капельки воды и представляют собой вот такой какой-то домик. Так, вы уже поняли, многие? Ну, кто у нас слышал и так знает? Многие, наверное, поняли, почему нам нужна вода именно кукушкиному льну. А нужна вода для размножения. Для размножения. Итак, если мы с вами сейчас посмотрим на жизненный цикл нашего мха, то вы сможете все у нас понять. Итак, у нас жизненный цикл кукушкиного льна делится на две фазы жизненного цикла. Это спрофитное поколение и гометофитное поколение. Что это значит? А значит вот что. Давайте начнем с самого простого. Из спрофита, из коробочки вот этой вот, которая у нас находится на верхушке нашего растения, оттуда у нас высыпаются споры. Споры высыпаются, попадают во влажную среду и прорастают. Но прорастают, ребята, они очень интересным, как-то сказать, очень интересным способом. Прорастают споры не во взрослое растение, а прорастают они в заросток. Заросток представляет собой такой маленький, несколько миллиметров в длину, такой вот, посмотрите, волосочек, ниточку, у которого у нас есть резоиды и выросты небольшие. На этих выростах у нас находятся мужские и женские половые органы. Антиридии – это мужские половые органы и архегонии – женские половые органы. В антиридиях у нас огромное количество находятся мужских половых клеток, у которых есть, господи, усики, господи, усики, все, жгутики, и которые способны к передвижению. Такие мужские половые органы мха называются спермием. А в женских половых органах, в антиридиях, у нас находятся яйцеклетки. Если у мужских половых клеток есть у нас жгутики, и они у нас способны к передвижению, значит, они у нас не распространяются с помощью воздуха. Значит, им нужна какая-то, как сказать, жидкость для передвижения, потому что, если мы с вами помним, то жгутики у нас себя прекрасно проявляют именно в жидкости, например, в воде. Вот здесь вы можете прекрасно понять, почему же нам кукушкиному льну нужна вода. Дело в том, что капелька воды, вот росы, попадает на заросток, попадает на женские и мужские половые органы. Растут они, эти половые органы, очень близко друг к другу расположены, да, рядышком находятся. В эту капельку воды у нас проникают спермии и по воде, да, ищут себе яйцеклетку, находят яйцеклетку и оплодотворяют ее. Вот после оплодотворения из этой яйцеклетки у нас возникает, да, начинает расти молодой сфорофит, молодое растение, да, молодое растение, на верхушке которого, вот он, вот молодое растение, на верхушке которого у нас развивается тонкая ножка с коробочкой внутри, внутри которой у нас будут созревать споры. И весь процесс у нас повторится. Да, весь процесс у нас повторится, и у нас снова, как это сказать, появятся взрослые растения. Итак, это все, что касается жизненного цикла кукушкиного льна. Также у нас, кроме кукушкиного льна, есть прекрасный мох, который точно так же часто употребляется, ну, как сказать, упоминается во всевозможных олимпиадах. Это у нас сфагнум. Чем у нас известен сфагнум и почему мы должны его знать? Дело в том, что сфагнум – это у нас болото, образующий мох. Что это значит? Сфагнум, он способствует заболачиванию почвы. Дело в том, что у сфагнума есть такая особенность. У них нет, у сфагнума нет ризоидов. Это растение, оно очень долго живет, долго растет. И при этом нижняя часть данного растения, оно просто отмирает и накапливает в себе влагу. То есть сфагнум, он способствует задержанию воды в своей нижней части, в нижней части своего, как это сказать, растения. Сфагнум друг с другом очень плотно переплетается, создавая такой ковер из мха. И со временем там, где он поселяется, спустя несколько десятков лет у нас начинает заболачиваться почва, накапливаться влага, и таким образом со временем, даже на достаточно сухом земле, где у нас появляется сфагнум, со временем развивается болото. То есть он заболачивает почву, накапливая влагу в месте, где он поселяется. Конечно, вы понимаете, сфагнум не может распространяться, и сфагнум не может жить в пустыне. Он изначально поселяется там, где достаточно влажно, и со временем еще более преобразует эту влагу, еще больше ее накапливает, и в конце концов полностью заболачивает поверхность. Это все, что касается у нас мхов. Если мы будем говорить про папоротники, в прошлый раз в субботу также мы про них говорили, сейчас буквально пару слов. Папоротники – это у нас представлены высшими растениями, которые у нас размножаются с помощью спор. Споры у нас находятся в сорусах, посмотрите, это такие небольшие споранги, которые у нас находятся на обратной стороне листьев папоротников, и в благоприятных условиях при созревании они просто высыпаются на субстрат, где у нас растет папоротник, и прорастает в заросток. И прорастает в заросток. Вот таким образом у нас выглядит заросток. Это такая сердцевидная пластинка небольшая, на которой у нас есть резоиды, да и на которой у нас есть мужские и женские половые органы. Это антиридии и архегонии. Это вы все прекрасно знаете, да, и сами. То есть такой же принцип размножения и принцип оплодотворения точно такой же, как у нас и у кукушкиного льна. Сюда нам, здесь нам нужна влага, и здесь нам нужны идеальные условия для прорастания заростка. Дело в том, что если бы у нас папоротники хорошо развивались и хорошо везде приживались, то все леса бы у нас были покрыты папоротниками. Но мы с вами помним, что папоротников у нас немного. Они растут на определенной поверхности. У нас должно быть достаточно затенена поверхность, достаточно влажна. Но и с другой стороны солнечный свет все-таки к ним должен проникать. То есть вот такая вот интересная особенность у нас развития именно папоротников. Ну а сегодня мы с вами поговорим наше вот сегодняшнее именно занятие, чему оно будет посвящено. Мы с вами будем говорить далее про наши растения. Итак, вот у нас споровые растения, мхи, папоротники, плауны, хвощи. С другой стороны у нас семенные растения. Это растения, в жизненном цикле которого у нас развиваются не споры, а семена. Сюда у нас относятся голосеменные растения. Голосеменные, помните, у нас относятся все хвойные растения. Да. И покрыты семенные растения. Это самая большая, большая часть тех растений, которые мы сейчас знаем на данный момент. То есть семенные растения у нас сейчас преобладают. Здесь у нас всевозможные цветы, всевозможные травы, да, все то, где у нас появляются семена в качестве, как в жизненном цикле, в качестве размножения. Значит, чем у нас отличаются споровые растения от семенных? Дело в том, что у споровых растений это все еще достаточно примитивные представители высших растений. У нас, да, идет разделение на органы и ткани, да, но проводящие ткани у споровых растений совершенно примитивно развиты. Никаких других тканей у нас не появляется. А, вот что, простите, ребят, забыла совсем сказать. У папоротников отличительной особенностью является появление корневища. То есть у него появляются корневища и корни, да, и папоротник у нас начинает впитывать питательные вещества уже не поверхностью тела, как, например, наши прекрасные мхи, а начинает вытягивать питательные вещества у нас из-за почвы. На этом мы с вами в субботу все говорили. Итак, самыми первыми представителями семенных растений были у нас, конечно же, колодь семенные растения. Это очень древняя группа растений. Оно появилось довольно-таки давно, 370 миллионов лет назад. И прекрасно себя чувствовало и хозяйничало у нас на поверхности. Отличительной особенностью голосеменных растений является то, что они полностью отказываются от воды. Если семенные растения у нас связаны с влагой, то есть им нужна капельная влага для оплодотворения, для того, чтобы у нас развивался спорофит, для того, чтобы у нас развивались споры. В случае, если у нас наступала засуха, размножение споровых растений у нас затруднялось или вообще полностью прекращалось. Голосеменные растения шагнули дальше эволюционно. Они смогли заселить всю оставшуюся часть суши на тот момент, когда они появились, просто благодаря тому, что они от воды больше не зависели. И это в эволюции был настоящим прорывом. На данный момент у нас живут 4 класса голосеменных растений. Это саговниковые, это гнетовые, гинговые и, конечно, хвойные. Хвойные, как вы понимаете, самый большой класс ныне живущих голосемных растений. Прежде чем мы начнем говорить с вами про хвойные растения, я хотела бы небольшое отступление сделать на гнетовые. Вот они, гнетовые растения. Здесь в кружочке вы можете увидеть совершенно необычное растение. Называется она вульвичия необыкновенная. Может быть, кто-то из вас слышал о нем. Растет она всего лишь в одном единственном месте. Это пустынное растение, которое питается благодаря капельной влаге, находящейся в туманах морских. Если вы знаете, рано утром с моря у нас приходят туманы в пустыне. И благодаря этой капельной влаге в туманах вульвичия у нас питается. Растение это самое древнее. Оно появилось намного раньше саговниковых. И растение это охраняется законом, внесено в Красную книгу, несмотря на то, что их достаточно большое количество. И живет это растение несколько сотен лет. Очень интересное растение. У него всего два листа. И эти листья у нас растут непрерывно. Если вам интересно, если вам интересно пробовать вульвичию, напишите. Я в следующий раз прям сделаю вот этот обзор. Такое можно сказать. Потому что растение действительно интересно. И ее используют, конечно, редко. Про нее редко говорят в всевозможных олимпиадах. У нас же все-таки олимпиадное движение. Мы говорим про олимпиады. Но если мы говорим просто с вами про вульвичию, как вид растений, то она действительно удивительная. Правильно она так названа. Итак, возвращаемся к нашим классам голосеменных растений. Ныне у нас самый распространенный класс голосеменных – это хвойные растения. Они у нас растут практически везде и совершенно в разных условиях. Отличительная особенность хвойных растений состоит в том, что у них появляются видоизмененные листья, называемые хвоей или иглами, которые у нас прекрасно себя чувствуют как в холодном, так и в жарком климате. И данные листья, они у нас многолетние и сохраняются до 4 лет на хвойных растениях. Единственное, у нас есть один представитель, исключение – это лиственница, которая ежегодно сбрасывает свою листву. Итак, хвойные по жизненной форме. Они наземные. Они так называемые вечно зеленые. У нас присутствуют деревья и кустарники. Травянистых представителей травянистой формы у нас нет. Для оплодотворения нам не нужна вода, только ветер. Семена у нас лежат открыто в чешуях. Запомните, шишка у нас называется стробилой. В чешуях стробил у нас лежат семена. И у нас в жизненном цикле преобладает спорофит над гометофитом. Это мы с вами все прекрасно знаем. Итак, самое интересное, если мы будем говорить с вами про хвойные растения, то самое интересное, что здесь у хвойных, у голосеменных, у нас появляется хорошо развитая корневая система. И так как в нашем случае голосеменные у нас появлялись в качестве деревьев в виде древесной формы жизни, то кроме впитывающей функции, корень у нас нес функцию – это закрепление в субстрате, закрепление в почве. Вырастали данные растения достаточно большими, несколько десятков метров в высоту, благодаря чему корень должен был быть хорошо развит, чтобы данное растение удерживать в почве, чтобы оно у нас не заваливалось и переживало, допустим, даже сильные ветра. И вы знаете, что у нас одно из самых сильных таких растений в качестве корневой системы – это как раз-таки у нас наша любимая сосна, которую чаще всего везде используют в качестве примера. Значит, есть вегетативные органы – корень, стебель, листья и почки. Запомните, у голосемных растений цветок отсутствует. Да, это мы с вами прекрасно знаем. Цветка у нас нет. Также отличительной особенностью именно голосемных растений, в отличие от споровых растений, это является то, что у него появляются хорошо развитые проводящие ткани. Что значит проводящие ткани? У нас появляется корень. Корень сильный. Корень у нас угрызается на несколько десятков метров вглубь почвы. Корень прекрасно впитывает в себя воду с питательными веществами. А это значит, что у нас должна появиться ткань, которая эту самую воду может провести от корня к листьям вверх. Данной проводящей ткани у нас является ксилема. То есть ксилема у нас развивается очень хорошо у голосемных растений. Если помните, то ксилема – это у нас мертвая ткань. Она представляет из собой полые трубки, по которым у нас движется жидкость за счет корневого и листового давления. Что это значит? Это значит, что у нас под большим давлением воду и проталкивает. А листья, испаряя влагу, создают свое собственное состояние, благодаря которому влага поднимает. Также у голосемных растений является флоема. Флоема – это проводящая ткань. В отличие от ксилемы, флоема – это живая ткань, это живые клетки, которые лишены всех клеточных органелл. Их питают клетки-спутницы. Это мы с вами на следующем занятии поговорим об этом. И флоема, она у нас проводит ту же самую воду, которая у нас шла наверх к листам, только они теперь спускаются вниз к депо запасающему с растворенными в них продуктами фотосинтеза. Голосемные растения у нас начинают активно фотосинтезировать. В процессе фотосинтеза у нас образуется глюкоза, которая впоследствии у нас откладывается в сердцевине нашего дерева в виде крахмала и используется для жизнедеятельности нашего растения. Так, что у нас также появляется? У нас также появляется камбий. Камбий у нас, соответственно, это живая ткань, которая у нас непрерывно делится, утолщая наш ствол в ширину. И также у нас у голосемных наших растений появляется кора. Это у нас смесь пробки и луба, которая у нас, как-то сказать, покрывает внешнюю часть ствола, то есть это покровная ткань, и способствует механической защите растения, и к тому же, как это сказать, препятствует обезвоживанию растения. Мы с вами, так, да, осталась минута, если что, мы по этой же ссылке еще раз перезаходим, да, у нас с вами еще 15 минут есть для того, чтобы пообщаться. Значит, отличительная особенность коры в том, ребята, что это вот очень важная вещь, что многие из вас наверняка видели мертвые деревья, мертвые деревья, которые пострадали от короеда. Может быть, видели, если вы ходили куда-то в леса, вы могли видеть мертвые сосны. С мертвого дерева в первую очередь начинает осыпаться кора, то есть отмирая дерево, да, можно сказать, сбрасывает с себя кору из-за того, что смерть из-за короеда сажали деревья. То есть это на расчищенных территориях сажали молодые сосенки. Ну, там сосны буквально там сантиметров 30 в длину были вот эти росточки. Их сажали на обширных территориях. И вот буквально в прошлом году в результате, весной в результате попало, господи, травы, полили траву, да, поджигали. К сожалению, этот лес сгорел молодой, который посадили. За три года он успел вырасти, по-моему, чуть там на 10, что ли, на 12 сантиметров. То есть вы понимаете, эти растения, они растут очень медленно, несколько десятков лет, при этом прекрасно выполняя свою главную функцию. Это функция фотосинтезирования и обогащения атмосферного воздуха кислородом. Что касается листьев. Листья у нас представлены хволей. Мы с вами уже говорили. Это видоизмененные листья. У сосен они живут 3-4 года. Есть особенность у сосен, что именно хвоя в первую очередь у нас негативно реагирует на загрязнение атмосферного воздуха. И про экологическую обстановку вашего региона вы можете говорить по состоянию хвои сосен. Ну, то есть, если вы видите, у вас во дворе, например, растет сосна, и у нее такие облезлые ветки, да, то есть огромное количество желтой хвои, засохшей, либо кончики хвои засыхают, то какая у нас особенность? Это значит, что в атмосфере присутствуют у нас загрязняющие вещества в виде всевозможных загрязняющих веществ, которые забивают поры хвои, и хвоя со временем погибает. То есть в первую очередь хвойные растения – это индикаторы атмосферного воздуха. То есть они не только очищают воздух, но и также, к сожалению, расплачиваются вот именно своей жизнью за свои, как это сказать, деяния, свои положительные. Так. Что еще хочется сказать в отношении размножения? Значит, размножение именно голосимых растений очень необычное по сравнению с, допустим, теми же споровыми растениями. Здесь у нас эволюционно произошел тоже опять-таки целый скачок. Смотрите, ситуация такая. У нас шишки или стробилы у наших голосимых растений делятся на мужские и на женские. Мужские у нас шишки находятся на концах побега. Так, господи. На основании побегов… Так, иди. На самых кончиках побегов у нас находятся мужские шишки, женские шишки. Так, подождите, сейчас. Оль. Я прошу прощения. Ой. Так, секундочку. Значит, у нас шишки стробилы делятся на мужские и на женские. Все. Значит, мужские находятся в основании побегов. Они такого желто-зеленого цвета. Они не созревают. В них созревает только пыльца. Пыльца у них очень легкая, с воздушными мешками. Воздушные мешки в пыльце нужны для того, чтобы они были легкие, они могли переноситься ветром. На, господи, на концах веток, на концах побегов у нас находятся женские шишки. У нас женские шишки бывают первого, второго и, как вы понимаете, третьего года жизни. Смотрите, вот этот у нас только зарождающиеся шишечки. Они еще у нас не оплодотворены. Вот эти шишки, это у нас шишки первого года. Они зеленые. У них закрыты стробилы. Внутри них созревают у нас семена. Эта шишка полностью зрелая. Шишка из нее уже тихонько начинают выходить крылатки. Крылатками у нас называются семена сосен, которые также переносятся с помощью ветра. Они очень легкие и могут у нас переноситься ветром на достаточно дальние расстояния. Так, если мы с вами поговорим про внешний вид шишек и каким образом у нас происходит оплодотворение и за счет чего. Итак, как вы понимаете, перенос пыльцы у нас происходит с помощью ветра. Очень необычным образом у нас мужские и женские шишки находятся на ветках. Но все это происходит потому, что ветер, когда проходит через ветку, он забирает с собой пыльцу с мужских шишек и проносит эту пыльцу через всю ветку. И хотя бы часть пыльцы, она у нас осядет на женских шишках. То есть, если бы у нас наоборот было, если бы у нас на самом конце шишки находились мужские шишечки, а женские были в основании ветки, то у нас оплодотворение было бы намного сложнее в данном случае. Плюс возраст веток, возраст шишек мы точно так же можем с вами определять по внешнему виду ветки. Каждый год на конце веточки весной у нас развиваются молоденькие шишечки, неоплодотворенные. Они очень маленькие. В процессе роста ветки, в процессе оплодотворения данные ветки увеличиваются, становятся зелеными и отодвигаются к основанию ветки. Прошу прощения, ребят. У меня сегодня слишком много отвлекающих факторов, которые меня просто… Итак, во время, когда шишка молодая, когда шишка неоплодотворенная, ее стробилы раскрыты. В основании стробил у нас лежат женские яйцеклетки. После того, как пыльца у нас залетает в чешуи, яйцеклетка у нас оплодотворяется. Для дальнейшей защиты яйцеклетки стробилы у нас закрываются. Закрываются и внутри себя замыкают оплодотворенную яйцеклетку. Делается это для чего? Дело в том, что влага лишняя, накопленная вот в этих чешуях, накопленная рядом с яйцеклеткой, может ей повредить. То есть у нас может произойти закисание или вообще у нас может данная яйцеклетка начать глить вместе с чешуей, вместе с тробилой. Именно для этого полностью у нас закрывается чешуя, для того, чтобы там яйцеклетка смогла полностью оплодотвориться. Внешний вид, посмотрите, у нас семени, внешний вид яйцеклетки у нас выглядит вот таким вот образом. У нас есть небольшое микроскопическое отверстие в самом основании, оно называется пыльцевходом, по-научному называется микропили. Чаще всего вы можете услышать именно данное название микропили. Также у нас там находятся архегонии, это женские половые органы, да, у нас существует там эндосперм, это запасающее вещество, да, внутри, господи, нашего семени. Также у нас есть жесткая ополочка, которая у нас, да, защищает нашу яйцеклеточку. Значит, попадая, пыльца попадая на основание микропили, тихонечко втягивается в наше семя, наше семя втягивается и начинаются, ну, такие вот интересные метаморфозы с оплодотворением. Если мы посмотрим, как у нас выглядит пыльца, вот она, пыльца, у пыльцы у нас есть, вот он, значит, воздушный мешок и два мужских семени. Почему у нас семени мужских два, почему у нас два сперматозоида? Один у нас нам нужен на всякий случай, точно так же, как внутри у нас две яйцеклетки. Яйцеклетки у нас тоже нам нужны на всякий случай. Если вдруг по каким-то причинам у нас одна яйцеклетка не оплодотворится, у нас всегда есть вторая, которая придет ей на помощь. Продолжение следует...